Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск Life is Good News. Сегодня мы представим вашему вниманию обзор наиболее значимых событий из жизни холдинга в уходящем 2019 году. Мы начинаем! В Лимассоле на острове Кипр в период с 30 марта по 8 апреля был проведен ряд деловых и культурно-развлекательных мероприятий холдинга. В частности, проходил трехдневный образовательный семинар «ЛС-2» с участием официального партнера Life is Good Андреаса Винса. В обучении приняли участие 53 сотрудника компании от пятого карьерного уровня. Также была организована «Риторика-2» – уникальный образовательный курс холдинга и Международная бизнес-академия IBA. Обучение проходили 25 ритористов, в зале присутствовали наблюдатели, топ-лидеры Life is Good, а проводили занятия опытные лекторы компании, советники президента. В Лимассоле также проходил отдых сотрудников Life is Good в рамках крупнейшей акции холдинга «Солнечный Кипр» с президентом. Победители промоушена и члены их семей в общей сложности 500 человек смогли провести незабываемые дни на морском побережье за счет компании. Гостей принимал пятизвездочный отель «Гранд Резер». А пятого апреля состоялась грандиозная белая вечеринка «White Luxury Party», приуроченная к 50-летию президента холдинга Life is Good Романа Василенко. Праздничный вечер проходил в удивительно дружелюбной, а местами трогательной атмосфере. Настоящим сюрпризом для юбиляра стал флешмоб от сотрудников холдинга «Я – твоя команда». Нам некогда откладывать жизнь, нам некогда тратить время на раздумья. Нам нужно жить сейчас, наслаждаться жизнью прямо сейчас, наслаждаться вот этим общением, наслаждаться друг другом. Живите полной жизнью, живите на полную, живите сейчас и достигайте сейчас. Сразу! Я вас очень люблю! Life is Good! Для юбиляра была подготовлена большая концертная программа. На сцене выступили звезды российской и зарубежной эстрады. 18 и 19 мая в Москве были проведены знаковые мероприятия холдинга. МБС, Life is Good, а также традиционный офицерский бал. В рамках деловой части состоялся мотивационный тренинг Боба Дойла, всемирно известного бизнес-тренера, соавтора книги «Секрет» и одноименного фильма, официального партнера компании. В ходе конвенции Life is Good выступили 33 лидера холдинга, директора 6-го и 7-го карьерного уровней. Впервые была организована панельная дискуссия с участием директоров Life is Good 8-го и 9-го уровней, а также советников президента компании. Топ-лидеры холдинга дали ответы на вопросы по всем аспектам деятельности холдинга. Масштабным завершением МБС стали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. Главная идея торжественной части была обозначена как «Офицерская честь». «Жизнь Отечеству, честь никому». Военно-исторический интерактив в виде тематических локаций представил ретроспективу, посвященную конкретным боевым событиям в истории российского государства. На площадке также работала полевая кухня, состоялся праздничный концерт. В качестве почетных гостей вечера в зале присутствовали государственные и общественные деятели страны, «Герой России». Со сцены прозвучали песни военных лет, знаменитые литературные произведения в исполнении популярных артистов. Президент компании Роман Василенко и его родители Лариса Александровна и Виктор Иванович были удостоены высокого признания за активное участие в судьбе Родины, патриотизм и ратный труд во славу России. 8 июня Государственный центральный концертный зал «Россия» в Лужниках стал центром активности MLM-сообщества. Здесь состоялась Международная ассамблея сетевых предпринимателей, организатором которой выступил клуб VIP MLM. Тема ассамблеи 2019 – рекрутинг «Сегодня и завтра», а открытием делового марафона стало выступление президента «Life is good» Романа Василенко. Всего в работе ассамблеи приняли участие около 260 сотрудников «Life is good». Я понял одно, что в нашей компании есть все. Человек пришел в наш бизнес, он сразу с первой сделки зарабатывает среднестатистическую зарплату России. В других компаниях, наверное, не могут этим похвалиться, они думают, как удержать, еще что-то. У нас человек пришел, он сразу зарабатывает деньги. Все, он по-любому останется в этом бизнесе. В июне в Киргизии на республиканском телеканале НТС Темой популярного ток-шоу стала жилищная кооперация, в частности, деятельность НК «Бест Вэй Элет». В дискуссии приняли участие эксперты в области финансов, юриспруденции, специалисты по недвижимости, а также гости студии, жители республики, представляющие самые разные слои населения. С 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге проходило одно из главных мероприятий холдинга – пятый юбилейный Балтийский форум 2019. Вечером открытия уже по традиции стала игра «Что, где, когда». Звездными ведущими выступили официальный партнер Life is Good, легендарный знаток Александр Друсь, а также шоумен и резидент Comedy Club Павел Воля. «Я рад, что вы пригласили именно меня. Я очень волнуюсь, как пройдет этот вечер, потому что такое проникновение, где, когда в моей жизни впервые, так официально, в таком красивом большом зале. Я очень сильно волнуюсь, надеюсь, что с моей стороны все пройдет шикарно, по крайней мере, я буду очень сильно стараться». На игре присутствовали топ-500 сотрудников корпоративного рейтинга, а топ-100 из них получили право оказаться непосредственно за игровыми столами. Всего было сформировано 14 команд-участниц. Деловая часть Балтийского форума 2019 собрала около тысячи сотрудников холдинга. Был проведен однодневный обучающий курс «Виртуозные бархатные продажи» официального партнера холдинга Андреа Савинса. На конвенции Life is Good выступили более 48 директоров холдинга. Состоялась панельная дискуссия по актуальным аспектам деятельности компании. В ее работе приняли участие семь топ-лидеров холдинга. Впервые вопросы принимались заранее в письменном виде, для чего накануне в зрительном зале была установлена специальная урна. В таком формате действительно большее количество людей могут и зафиксировать эти ответы, и действительно иметь ответы от самых успешных, самых профессиональных, самых грамотных лидеров компании. Людям важно, может быть, даже иногда не столько ответ получить, сколько задать вопрос и быть услышанным. И поэтому мы как раз даем возможность высказать свой вопрос и получить на него грамотный ответ. По окончании деловой части перед участниками выступил президент Life is Good Роман Василенко. А завершением Балтийского форума стала галовечеринка с концертной программой. 5 сентября в Доме правительства Москвы проходил форум «Основы безопасности жизни в России». Мероприятие федерального масштаба, на котором присутствовали члены Совета Федерации, Государственной Думы, представители Министерства обороны, МВД России, Министерства труда и социальной защиты, видные общественные деятели, бизнесмены. Для участия в работе форума были приглашены президент Life is Good Роман Василенко, а также топ-лидеры холдинга. Состоялась церемония награждения «Великие люди в Великой России». Роман Василенко был удостоен целого ряда значимых наград. Ему были вручены орден «Честь и слава Великой России», почетная грамота «Меценат России», а также наручные часы от президента России. 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге проходил знаменитый Synergy Global Forum – крупнейшее деловое событие года. На «Газпром-арене» собрались десятки тысяч участников из 30 стран мира. За два дня мероприятия свои выступления представили более 200 всемирно известных персон – коучи, бизнесмены, эксперты. Уже по традиции холдинг «Life is Good» выступил с организатором мероприятия. Добрый день, любимый город! Добрый день, Питер! Добрый день, «Газпром-арена!» Я очень рад быть с организатором этого мероприятия и приветствую вас с открытым сердцем и теплой душой, потому что здесь собрались активные люди, люди, которые хотят развиваться, люди, которые хотят получать знания и меняться в лучшую сторону. И здесь, на этом форуме, вы получаете возможность напрямую наслаждаться, напитываться энергией от самых успешных людей этой планеты. Один из главных секретов успеха – это нужно общаться с успешными людьми. Но поскольку не у каждого в этом мире есть возможность пообщаться с сильными мира сего, с самыми успешными людьми, синергия дает такую возможность в самом большом масштабе сделать это. И сегодня вы получите колоссальные знания, колоссальную мотивацию. Знания, успех приходят только с опытом. А опыт нельзя получить просто так. Опыт можно получить только благодаря действиям. Нужно действовать, чтобы наработать этот опыт. Но действия, они могут быть только тогда, когда человек умеет принимать решения. Нужно уметь принимать решения. Поэтому я каждому здесь присутствующим, вам, активным и успешным людям, я желаю, чтобы вы всегда делали шаг, принимали решения. Я никогда, нигде не видел, не встречал богатых или успешных трусов. Для того, чтобы принимать решения, нужна смелость. Поэтому каждый из вас после этого форума должен научиться управлять своим страхом. Должен научиться перебороть. Более того, если вам страшно, страх это индикатор того, что вы идете на правильном направлении, в правильном пути. Я каждому из вас желаю получить все от этой жизни, все от этого форума, впитать эту всю энергию и сразу сегодня начать действовать, начать принимать решения. И в заключение хочу сказать, что наша миссия – помогать людям. Успех – это не просто достижение каких-либо средств материальных. Успех – это когда дети гордятся своими родителями. Будьте счастливы, будьте успешными, получите от этой жизни все. Успеха, добра! Роман, спасибо тебе огромное! В работе форума приняли участие топ-100 сотрудников Life is Good, которые стали победителями корпоративного рейтинга. Для них были представлены места в самой престижной локации «Газпром-арены», а приглашение на мероприятие стало подарком от холдинга. Хедлайнером «Синергии-2019» выступил легендарный Арнольд Шварценеггер. Накануне вечером в самом фешенебельном отеле северной столицы состоялась его эксклюзивная встреча с Романом Василенко. Беседа за ужином продлилась более часа. Также была организована памятная фотосессия. 9 и 10 октября в Санкт-Петербурге проходил 4-й международный фестиваль народной песни «Добровидение». Из года в год мероприятие находит поддержку холдинга Life is Good в лице Романа Василенко. Компания является генеральным партнером фестиваля. В этом году среди участников «Добровидения» юная вокалистка Екатерина Прокофьева из Керчи, Республики Крым. Она – финалистка всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», внучка одной из сотрудниц холдинга Life is Good. Состоялось выступление академических и народных хоров, вокальных ансамблей и сольных исполнителей. В зале присутствовало около 7 тысяч зрителей. Среди гостей фестиваля – депутаты Государственной Думы, общественные деятели, представители бизнеса, сотрудники Life is Good, а также президент холдинга Роман Василенко. 3 и 4 ноября в Лимассоле на Кипре проходил 4-й директорский бал Life is Good. В этом году участвовали сразу 75 новых директоров холдинга – беспрецедентное событие для MLM-индустрии. Перед началом праздничных торжеств 3 ноября была организована деловая часть. В зале присутствовало тысяча сотрудников Life is Good, в их числе топ-лидеры холдинга – президент компании Роман Василенко. В конвенции приняли участие новые директора Life is Good, которые со сцены рассказывали свои истории успеха, делились личным практическим опытом ведения бизнеса. Состоялась торжественная церемония посвящения в директора. Молодые лидеры холдинга произносили слова верности компании Life is Good и ее президенту, а затем ставили подписи в книге чести. Большое количество людей когда-то нам поверили, и сегодня они действительно получили тот результат, который мы им когда-то обещали. В нашей компании есть своя система, это система IBA Академии. Человек, приедя в нашу систему, даже если он ничего не знает, а он приходит со своим опытом, мы берем его за руку и просто ведем к той ступеньке, которую сегодня достигли уже многие директора. Новым форматом деловой активности стал завтрак с президентом с участием директоров холдинга. Отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке, обсудить в открытом диалоге текущие вопросы ведения бизнеса. Также впервые проводились тематические мастер-классы по актуальным вопросам деятельности Life is Good. Вечером в концертно-развлекательном комплексе Монте-Капута проходила праздничная часть директорского бала. Роскошный светский раут. Мужчины в черных костюмах, дамы в красных платьях. На сцене выступили популярные российские и зарубежные артисты, в их числе всемирно известный танцевальный коллектив из Аргентины «Легенды танго», Вера Брежнева, резиденты Comedy Woman, диджей Слон, Эдвин Мартин, Томас Андерс, Александр Рева. В завершении праздника участники вечера смогли увидеть огненное шоу, а настоящую бурю эмоций вызвал грандиозный салют в ночном кипрском небе. Масштабная, невероятно зрелищная кульминация директорского бала. 14 декабря в Государственной Думе на Охотном Ряду состоялся торжественный ужин по случаю официальной церемонии чествования лауреатов премии «Человек-тысячелетие». В рамках мероприятия также прошла презентация энциклопедии «Люди нашего тысячелетия». Почетного звания был удостоен президент Life is Good Роман Василенко. Ему были вручены памятная медаль и диплом «Человек-тысячелетие». Среди лауреатов премии – государственные и общественные деятели, медийные персоны. В их числе телеведущий Николай Дроздов, депутаты Государственной Думы, прославленные спортсменки Ирина Роднина и Светлана Журова. В 2019 году к жилищному кооперативу «Бествей» значительно вырос интерес как со стороны общественности, так и федеральных средств массовой информации. Так, 26 сентября в Москве в Центральном офисе информационного агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция по вопросу жилищной кооперации в России. Среди участников мероприятия – руководство ЖК «Бествей», депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Крючек, генеральный директор Организации Совет экономической безопасности Александр Майоров. На пресс-конференции был проведен подробный анализ деятельности кооператива, дана четкая и однозначная документально подтвержденная оценка, что деятельность «Бествей» находится строго в правовом поле. 17 декабря в Центральном доме журналиста состоялся круглый стол на тему «Жилищная кооперация и перспективы решения жилищной проблемы в России». В дискуссии приняли участие депутаты Государственной Думы, эксперты-экономисты, представители общественности, федеральных СМИ, «Комсомольской правды», «Российской газеты», «Правды.ру». Кооперативное движение на округлом столе было представлено жилищным кооперативом «Бествей» в лице директора, советника президента «Лайф из Гуд» Евгения Чайчука. Состоялось обсуждение актуальных вопросов, направленных на решение жилищной проблемы в стране через кооперацию для наиболее социально незащищенных групп населения. Молодежи, многодетных семей, представителей старшего поколения. И в этой связи особый интерес участников дискуссии вызвал практический опыт работы ЖК «Бествей». Это был обзор наиболее знаковых событий из жизни холдинга в уходящем 2019 году. Далее представляем вашему вниманию поздравления с наступающим 2020 годом от президента холдинга «Лайф из Гуд» Романа Василенко. Дорогие коллеги, друзья, приближается Новый год. На пороге этого праздника мне хотелось бы вспомнить год уходящий. Год, который стал юбилейным для нашего холдинга. Нам исполнилось пять лет. Возраст для бизнеса совсем небольшой, но для нас это значимая дата. За это время мы не просто смогли окрепнуть, мы твердо встали на ноги. Мы уверенно заняли лидирующие позиции не только в российской, но и в мировой сетевой индустрии. Мы это сделали вместе. Благодаря нашей целеустремленности, профессионализму, нашей сплоченности и взаимной поддержке. Уверен, для каждого из нас бизнес компании «Лайф из Гуд» стал образом жизни. Мы только в начале большого пути будем дальше двигаться к новым целям плечом в плечу, честно и добросовестно. Помним о главном. Наша миссия – помогать людям. Я от всей души хочу поздравить вас с наступающим новым 2020 годом. Желаю вам мира, добра, крепкого здоровья, чтобы жизнь каждой семьи наполнили счастье, благополучие и достаток. До встречи в Москве на пятом юбилейном конгрессе холдинга «Лайф из Гуд». Жизнь прекрасна. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Продолжение следует...